Как британский коп стал звездой шоу-бизнеса? Почему Тейлор Свифт круче? Адель? И удалось ли ограбить банк американским псевдомонахиням? Об этом не только в нашем обзоре. В штате Пенсильвания женщины в монашеских рясах попытались ограбить банк. Вооруженные пистолетами, прикрывая лица платками, бандитки потребовали у кассиров деньги. В итоге убежали ни с чем. Одна из кассирш успела нажать кнопку тревоги. Сейчас полиция штата разыскивает псевдомонашек. Жители предупредили, что преступницы вооружены и опасны. В Китае женщина провалилась в дыру в метрополитене. Пол станции раскололся, когда пассажирка подходила к эскалатору. К счастью, женщина была не одна. Спутник нырнул за ней в дыру, но удержать не сумел. Только с помощью других пассажиров потерпевшую вытащили из провала. Она чудом не получила травм. Полиция выясняет, почему рабочие не поменяли поломанную плитку. Испания готовится к традиционному празднику Латаматина. В город Буньол, где обычно проходит фестиваль томатов, уже привезли 160 тонн красных овощей. Масштабные битвы помидорами проходят в последнюю неделю августа. Тогда в Испанию съезжаются тысячи туристов со всего мира. Латаматина длится 7 дней. Лондонский полицейский стал звездой интернета. А все благодаря зажигательным танцам на карнавале Notting Hill. Традиционном фестивале культуры жителей стран Карибского бассейна. Дэниэль Грэм не смог устоять на месте, когда все вокруг плясали. И тоже показал свое мастерство. Оказалось, Грэм полуфиналист британского талант-шоу. Тейлор Свифт побила рекорд Адель. Клип американской певицы на сервисе YouTube за сутки набрал 28 миллионов просмотров. Это почти на 300 тысяч больше, чем у клипа Адель на песню Hello. Впервые клип Свифт показали на церемонии награждения MTV и лишь потом опубликовали на YouTube. Прототип капсулы сверхскоростного поезда Hyperloop установил рекорд скорости. Машину разогнали до 327 километров в час. Видео испытания опубликовал в Твиттере Илон Маск. Конкурс на проектирование капсулы прошел зимой. В нем участвовали 600 инженеров. В итоге победила команда ученых из Мюнхена. Они и создали сверхскоростной поезд для компании Маска.